В прошлом видео я вам рассказывал о кодексе и квестах. Теперь мы поговорим про оружие. Бой. Быстрый кач. В вашем распоряжении есть возможность одновременно использовать два оружия. Сочетание различных способов их. У меня есть лук и волшебная палочка. Давайте посмотрим на навыки. Видите следующее. Два верхних ряда отвечают за длинный лук. И два нижних за волшебную палочку. Это наборы навыков. Также видим третий ряд. Это уже строка для использования навыков. Навыки, которые слева, это навыки, которые нужно использовать. А справа навыки, которые используются автоматически. Внизу вы видите строку для набора этих навыков. Для переноса навыков на панель. Нужно зажать и тащить мышкой. Также отмена навыков в панели, просто перетянув в пустую область. Или дважды кликнув. Получается 12 навыков для использования. И 8 активных навыков комбо. Базовая атака это обычные тычки. При использовании навыков второстепенного оружия, переключая, удерживаете исходное оружие. Вы вернетесь к оружию, которое у вас было. Из 16 доступных навыков вы можете использовать 8. Если вы зарегистрировали навык лука, цел бафы, которые предназначены для лука, будут работать независимо от оружия. То есть важно, если ты используешь не лук, а просто экипирован им. Так, давайте посмотрим. Я избегаю атак ближнего боя. Хочу атаковать издалека. Я пробовал совместить лук и палочку. Используя навыки слип. При атаке, во время сна. Наносит крит удар. Затем я подумал, если я использую навыки лука. И я знаю, что этот навык редко наносит 2 крита. Но также знаю, что при 2 критах данный навык уменьшает кд умения. Навыки в быстрой панели всегда активны. Применяется независимо от лука, если это навык палочки. Главная экипировка. При комбинации волшебной палочки и лука, ослабляем палочкой сопротивление умений. Если цель при проклятии умирает, это увеличивает максимальный урон. Также этот урон распространяется на лук. Каждое оружие также имеет один защитный навык. Так как экипировано 2 оружия, то у вас соответственно 2 навыка защиты. Но вы можете использовать только один из них. Смотря какой навык переместите в слот. К примеру, при сражении с луком я могу наложить дебаф палочкой. И моментально продлить битву длинным луком. Комбинации оружия и навыков нет идеального пути. Это лишь мой пример. Также посмотрите официальное видео на корейском языке. Или которое перевел дядюшка Розе. Также на канале у дядюшки Розе есть плейлисты, где я добавил категорию трон энд либерти. Но на самом деле комбинация навыков это одно. Тщательно изучайте механики игры. Создавайте свою собственную комбинацию оружия. Очень важный фактор окружающая среда. Наведите на значок левой части мини карты. Чтобы увидеть текущее время дня и погоды. Идет ли дождь. Времени дня и ночи. Росана на конечнике стрелы. Выпуская стрелу за порывом ветра. При атаке врага появляется доп. Шанс урона. Также используя смертельный яд кинжала. Во время дня действие яда увеличивается. Ночью он менее эффективен. Также урон зависит от подземелий. Которые можно войти в соответствии с правилами мира. Среды. Подземелья, которые открыты только днем. Селью. И подземелья, которые открыты только во время дождя. По желанию сердцем. Очень важно знать правила. Также мобы в игре зависят от среды. Их действия и появления. Ледяные волки спят по ночам. Даже страшные существа растительного типа во время дождя уменьшается по ним урон. Когда меняется среда, так же меняется и вид монстра. Что вам сообщит, что с ним делать. Так же вы можете сами создавать среду. Это примеру меняется направление ветра днем или ночью. Эти навыки лучше использовать в подходящий момент. Потому что КД навыка невероятно долгий. Благодарю всех, кто смотрит, ставит лайки. Я знаю, что много ошибаюсь. Пересматривая видео. В целом, таким образом я изучаю игру. Дядюшка Роза кайфует от этого. Чем чаще я перевожу эти ролики, тем больше у меня желания самому испытать это все. Если вы что-то знаете интересное об игре, пишите комментарии. Да, просто что-то пишите, да. Всем до новых встреч. Ставь лайки, чтобы я видел твой интерес.